Добрый день! Я приветствую сегодня Дениса на уроке географии. Вот таким хорошим рисунком, позитивным солнышком. Пусть будет настроение у тебя сегодня такое же отличное, как улыбка у этого солнышка. С тобой работает Наталья Алексеевна. Мы работаем в дистанционном режиме. Денис, мы с тобой изучаем природные зоны России. И сегодня мы с тобой разбираем следующую природную зону, которая называется зона полупустынь и пустынь. Открой, пожалуйста, учебник, страницу 131 и открой, пожалуйста, атлас, страницу 6-7. Итак, все странички нашел в учебнике и страничку в атласе тоже нашел. Он приготовился. Итак, мы начинаем. Урок наш начнем с того, что поставим перед собой задачи. Что же мы сегодня на уроке с тобой узнаем? А на уроке мы посмотрим, где полупустыни и пустыни находятся в России. Покажем, каким цветом они обозначаются на карте. Узнаем, что такое вообще пустыня. Какие пустыни бывают по поверхности, по рельефу. Узнаем и познакомимся, что такое бархан. Определим, чем барханы опасны для людей. Познакомимся с очень интересным местом в пустынях. Оно называется оазис. А также побываем на озере Баскунчак и узнаем, что же люди добывают из этого озера. Ну и познакомимся с тем, какие полезные ископаемые люди добывают в пустынях. Итак, начинаем. Полупустыни и пустыни. Где же они находятся? Они находятся на юго-востоке Восточноевропейской равнины и на северо-западной окраине Прикаспийской низменности. Это Волгоградская, Астраханская области и Республика Калмыкия. Вот посмотри, как выглядит пустыня. А теперь найдем пустыни и полупустыни на карте. Посмотри на эту стрелочку. Вот она куда ведет. Вот озеро Каспийское море. Озеро его так можно правильно назвать. И вот в северной его части находится как раз природная зона. Денис, посмотри внимательно на карту в Атласе. Можешь посмотреть на очень хорошую карту страницы 131 учебника. Здесь рисунок 146. Будь добр, скажи, каким цветом показывается на карте пустыня? Ну, смелее. Конечно, это оранжевый такой или темно-темно-желтый цвет. Вот таким цветом на картах показываются пустыни. Если мы посмотрим в условные знаки, вот они – пустыни и полупустыни. Вот теперь ты знаешь, как на карте показывается эта природная зона. Так что же такое пустыня? Пустыня – это обширные пространства земли с бедной растительностью. Посмотри, какими клочками торчат небольшие пучки растений. А вот в этом месте вообще растений никаких нет. Пустыни бывают разные. То есть поверхность у пустынь разная по рельефу и по тем горным породам, которые находятся на поверхности. Вот эта пустыня – каменистая. Посмотри, она состоит из больших и маленьких камушек. Людям трудно, конечно, здесь бы проходить, дороги прокладывать. И вообще жить в пустынях человеку очень и очень сложно. А вот эта пустыня состоит из песка, из маленьких частичек. И их здесь невиданное множество. Они образуют вот такие холмы, понижение, следующий холм, снова понижение. И так до самого горизонта. Пустыни бывают и глинистые. То есть, возможно, когда-то эта территория была покрыта водой. Но благодаря жаре, которая царит в пустыне, вода испарилась. А вот этот слой ила, он высох и потрескался. Образовались вот такие квадратные или неправильные формы кусочки, из которых состоит вся глинистая пустыня. Пустыни бывают и солончаковыми. А такая пустыня возникла в результате того, что водоем, когда-то здесь бывший, имел воду с большим содержанием соли. Вода из-за солнечных лучей испарилась, а корка соли осталась. И вот так она простирается на многие километры. Такая пустыня называется Солончаковая. Полупустыня. Это переходная зона от степей к пустыням. Вот если посмотреть на карту, то полупустыни тянутся вдоль берегов Волги к югу от города Волгограда. Вот здесь это полупустыни. В полупустынях тоже людей живет мало. А отличаются они от пустыни тем, что есть здесь небольшие клочки как бы зелени, растительности. И то они не сплошным покровом, а какими-то кусочками такими маленькими островками. А вот теперь знакомимся с барханом. Что уж такое бархан? Посмотри, какой человек маленький, а бархан какой огромный. Вот ветер перемещает песок и насыпает песчаные холмы высотой от 3 до 8 метров. Так образуются барханы. Как же они образуются? Вот когда песок, вернее ветер дует вот с этой стороны, например, или с этой стороны, с любой стороны, то он перевивает, как бы перемещает частички песка с этой стороны на эту. И поэтому в результате вот такого явления бархан постоянно движется. Люди, которые в пустыне решили отдохнуть, например, и расположили вот здесь вот палатку на ночь там или в другое время суток, они должны быть готовы к тому, что их может засыпать песком. Поэтому в пустынях нужно какое-то временное жилище делать так, чтобы человек от этого не пострадал. На открытом месте, чтобы бархан не засыпал. Идем дальше. А вот это место в пустыне, ну, очень желанное для всех путешественников. Это оазис. Участки земли, где благодаря рекам, каналам или подземным водам развивается растительность. Вот этот оазис, наверное, существует благодаря тому, что вода есть. А вода это или речка здесь протекает, или какие-то подводные ключи бьют и не дают засохнуть этой воде. Действительно, по берегам этого водоема растет растительность, и путешественники с удовольствием ждут, когда на их горизонте появится оазис, и они смогут отдохнуть. Ну, а теперь мы с тобой отправляемся на экскурсию. Недалеко от Волги, в полупустынях, в России, есть удивительное озеро. Называется оно Баскунчак. Рядышком там еще есть одно озеро. Называется это озеро Эльтон. Так вот, в соленом озере Баскунчак люди добывают поваренную соль. Ту, что мы используем в пищу. Вот если ты посмотришь на пачку соли, которые у вас дома есть, то обязательно там есть место, где ее добывают. Возможно, она у тебя из озера Баскунчак. И это озеро называют Всероссийской солонкой. Соли столько много, что посмотри, вместо берега земляного или песчаного здесь соляной берег. Люди, конечно, купаются в таких озерах. Самое интересное, что в этом озере никогда нельзя утонуть. Человек держится на поверхности воды, как поплавок. Вот сколько соли. И даже такое растение, вспоминай, я тебя знакомила с ним, называется «Перекати поле». Тоже все обросло коркой соли. В пустынях, Денис, и полупустынях находятся месторождения полезных ископаемых. Давай посмотрим на значки. Вот здесь, вот в районе пустынь, значок темный, треугольничек высокий. Это месторождение нефти. А вот и этот значок – это месторождение природного газа. Конечно, людям сложно добывать такие ископаемые в пустыне, но люди справились и с этим. Полезные ископаемые в этих местах, сухих, жарких, трудных для людей, тоже добывают. Ну и на этом урок у нас с тобой заканчивается. Дома я тебе предлагаю прочитать страничку 131-132, рассмотреть вновь хорошо карту, рисунок. Будь добр, несколько раз дома повтори понятия пустыня, бархан, оазис и расскажи, что они означают. Будь добр, на листочке или в тетради нарисуй пожелания, как сможешь, или бархан, или оазис. Что тебе больше заинтересовало? Рисунок, пожалуйста, пришли на электронный адрес мой. Вот он здесь указан. На сегодня все, урок закончен. До следующих встреч и спасибо тебе за внимание.